друзья мои у меня сегодня миссия достаточно сложная потому что с вами очень хорошо позанимались вам показали какие-то определенные методики а я как психолог такой заключительный этап буду говорить о тех моментов которые все-таки у нас с вами в жизни происходит сегодня любочка сказала что у нас огромное количество людей с паническими атаками и панические атаки у нас сейчас к сожалению участились и даже у тех людей которые раньше эти никогда не страдали вы прекрасно понимаете что вокруг нас происходит целый ряд ситуаций которых мы отстранить и никак не можем и наш организм никоим образом не может выключить нажать на какую-то кнопочку и сказать себе замолчить согласны согласно то есть нагнетается обстановка мы с вами на стрессе поднимите пожалуйста лапочку кто считает что он на стрессе нахожусь на самом деле очень многие к сожалению такой понятие привычный стресс мы очень многие состояние привычного трассе просто не ощущаем по той простой причине что организм наши бедные наркотечники привыкли нас как-то так уравновешивать чтобы мы более не менее находились в состоянии такого относительного спокойствия теперь давайте скажите мне пожалуйста следующий момент и скажите мне пожалуйста ну кто поднимал очки уже что плохо спит это показатель того что мы находимся в чем состоянии стресса скажите пожалуйста кто часто периодически или часто периодически чувствует такое вот не неприятное ощущение что ему что-то такое не приглотить комочек во рту руки активнее я вас поздравляю это же история это привычный стресс а кто периодически испытывает ощущение что у него очень сильно вдруг не стало ни сего начали не иметь пальцы рук либо руки холодеют та же история посмотрите лиц рук становится все больше и больше ну на самом деле можно перечислять огромное количество разных моментов которые говорят о том что мы с вами волнении но мы сегодня будем говорить не об этом мы сегодня будем говорить о том как это состояние пережить и как поставить постараться в это состояние в эту панику в это состояние хронического стресса не влететь это первое пожалуйста это опять-таки все простое все доступно и никто не говорит о том что это неизвестно я просто собрала для вас некоторые моменты которые каждый из вас состояние выполнять для себя любимого и помочь окружающим это состояние дожди лежит первое что нам нужно это следить зачем как вы думаете зачем зачем за дыханием совершенно наверно за дыханием и я хочу сразу быстренько показать очень хорошую практику которая спасает у меня целый ряд людей которые опять-таки вот любой показала практику которую я тоже пользуюсь да с разведением глазок а вторая практика это дыхание дыхательная практика давайте пожалуйста встанем нам с вами понадобится в буквальном смысле пять секунд для того чтобы этой практике овладеть она очень простая но нужно сделать следующее нам нужно сделать короткий вдох до видели как паров пловцы у пловцов есть такая терминология продышаться подышаться на воду нужно сделать короткий вздох как собачка значит при этом у нас кончик языка должен подняться к нему и длинный выдох медленные но опускаем голову так чтобы голова коснулась груди и поехали выдох длинный через нос желательно длинный длинный выдох поднимаем головочку еще раз и выдыхаем зафиксируйте положение пожалуйста головушки на груди для того чтобы выбрать 2 0 полностью да мы еще снимаем спазм вот этих вот мышц про которые мы тоже будем говорить вот так вам достаточно сделать 5-6 раз чтобы успокоить ваше дыхание успокоить сердечную мышцу сердцебиение и расслабить мышцы шеи и убрать спазм это достаточно простая практика которую вы можете сделать даже на улице если вы понервничали можно приземлиться почему я говорю о том что это надо делать стоя потому что если вы делаете сидя диафрагма не раскроется до конца совершенно верно да поэтому это нужно обязательно стать еще один момент очень важный если бы в этот момент замкнуть руки сзади за спиной под копой да то это будет еще лучше по той простой причине что допустите плечи и дыхание будет более таким глубоким задействовать судья фрагм значит это очень простой способ способ который использует у меня достаточно много людей этим тем самым даже умудряются снять стресс и повышение давления давление с 200 единицы женщины вот только на таком дыхании упала до 140 представляете себе мы не успели ничего даже заглотить берем на вооружение пользуемся второй момент зачем мы обязательно еще следим за сном друзья мои пожалуйста я понимаю что те кто не высыпается сейчас не скажете чё как это нам следить за сном для этого я вам покажу несколько тоже практик и обязательно скажу какие вещи нам с вами помог спать сколько времени нужно спать как вы думаете сколько времени нужно спать когда у нас все все у всех стресс минимальное количество сна минимальное пожалуйста зафиксируйте это для себя 7 часов кто умеет спать днем полутеный сон даже 20-25 минуты именно отдых с расслаблением дает возможность нервной системе снять напряжение поэтому если у вас практике есть дневной отдых даже 20-25 минут достаточно для того чтобы привести организм дальше в нормальное состояние в рабочее состояние сон не менее 7 часов мы все время говорим о том что сон должен начинаться в 11 часов что с 11 часов вечера самый продуктивный сон поэтому пожелал что без 15 и 11 у вас должно быть отход ко сну как отходить ко сну тоже быстренько расскажу значит теперь еще один очень важный момент так называемый ритуал утра это наша направленность на то чтобы мы оставались в состоянии позитива но делает зарядку великолепно совершенно но до зарядки что нам нужно сделать желательно проснуться кто сказал проснуться да да значит на самом деле есть очень хорошие практики практики 5 жемчужин тибетских да эти практики везде описаны но прежде всего чем прежде чем встать в кровати пожалуйста возьмите себе за правило ставить будильник на 10 минут раньше чего момента подъема ставьте пожалуйста будильник на 10 минут раньше чем вы будете вставать зачем вам это за 10 минут вы что сможете сделать растянуться кто сказал правильно 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 значит соответственно когда мы с вами спим у нас происходит что сокращение мышц совершенно верно сокращение мышцы кровоток наш потому что мы находимся в состоянии покоя как это ни странно идет по короткому церкву сердце голова сердце голова сердце мозг и до наших ножек и для наших ручек крошка доходит в трудом и если мы с вами утром проснулись и как следует растянулись тоже в кровати не подскакивая желали себе доброго утра лена спокойно сказали ларочка у меня все сегодня будет хорошо улыбнули себе в течение пятидесяти минут организм на запускается мало того да нам подсказывали сегодня что очень хорошо сделать определенную практику и сказали немножко про ушки да а вот как как интересно да что касалось казалось бы всего нахтево ушки пощипали себя за ушки но вы запустили и кровоток и что еще лимфо а у нас с вами и то и другое ночью благополучно отдыхала поэтому замучку ушка себя взяли и вставая с кроватки это помогает нам быстрее проснуться как следует подергали себя за ушки вот прям так с любовью и нежностью к себе и обратите внимание верхушечка место прикрепления ушка голове зажали плотно подержали 30 секунд и отпустили вы улучшили кровоток вы улучшили поток вы сняли давление если оно у вас было потому что многие залежали и утром встают с повышенным давлением организм встрепенулся стало вам значительно легче и перестали зевать ирочка так следующее действие совершенно верно я вам рекомендую пожалуйста сверху с вечера ставьте рядом с тобой воду теплую и воду ставьте старательно в термосе пожалуйста утренняя первая вода лучше всего у нас должна быть температурой 40 градусов организм не проснулся ну все логично мы с вами ногу в озеро ставим когда в озере в 20-22 градуса мы что с вами испытываем холод неприятное ощущение сразу году бы рык не хочется правда поэтому если мы себя первым делом залили стакан температуры комнатная у кого больше комнате 2 чем 20-22 градуса обычная температура за то наши слизистые оболочки сначала сказали вот так и что они сделали послали воду в отек казалось бы на стакан воды выпили а вода то куда пошла привет девочки церкви лету и мешочками под глазами поэтому воду в термосе благополучно себе побеспокоившись поставили и первый стакан воды а лучше пол-литра кто сможет это выпить выпили теплой воды с вечера приготовлены почему я говорю про ритуал утра я как психолог ко мне очень часто приходит люди говорят суши все невозможно негативные эмоции распираются всех сторон я все время говорю сделайте пожалуйста для тебя несколько 5 6 7 каких-то моментов которые украсят ваше утро который доставит вам удовольствие которые вам могут вам зарядиться положительными эмоциями как вы думаете в этот момент телефон нам очень помогает особенно последние дни да то есть если мы говорим о том что нам нужно создать ритуал утра и доставить по виду положительные эмоции себе то в этот ритуал утра пожалуйста хотя бы первые 20-25 минут вот эту вот чуждую для вас информацию нет не впускаете потому что это будет что это будет плана везде понятно это то есть чистая с ночи голова которая отдохнулась получив первые мысли негативные дальше будет с удовольствием развивать эти мышцы так устроен наш мозг какой посыл 1 мы получили тот момент вас и мы будем культивировать течение целого дня слышите меня да то есть пришла негативная информация все мозг зацепился сегодня я должен быть целый день негативе и вышли вы на улицу и что вы начинаете подтверждать своему мозгу что все везде плохо ребята мы обязательно найдем что все везде плохо мы найдем обязательно кучу собачьего дерьма да мы найдем обязательно какого-нибудь алкоголика или еще что-то потому что нам надо укрепиться в этом состоянии мы будем обязательно вот мы будем читать самые плохие новости мы будем сочетать самые отвратительные вещи, мы будем находить доказательства того, что все вокруг плохо. Если мы стали с хорошим состоянием, строили себе разгрузку, сделали себе несколько, доставили себе несколько приятных минут, на что настроен наш мозг? На позитив. Скажите, позицию позитива он быстро будет сдавать? Нет. Ну, если, конечно, какая-то не приведи Господь, экстраординарная ситуация произойдет, тогда, да, действительно, мы не успеем. И то мы сейчас об этом попытаемся поговорить. Значит, наш мозг будет искать положительные моменты и будет подкреплять вот это состояние. То есть, выйдя на улицу, мы будем видеть с вами солнышко, мы будем видеть первые цветочки, мы будем видеть очаровательную ляльку, мы будем видеть беременяжку, то есть мы будем видеть то, что свойственно нам доставлять удовольствие и радовать. Поэтому, пожалуйста, в ритуал утра на первые 20-25 минут, это важно, даже до получаса, после того, как вы проснулись, не отпускайте негативные новости. Не старайтесь смотреть их как можно быстрее. Ваш телефон отдохнет без вас какое-то время, дайте ему разгрузиться без вас, ваши радиоприемники, и тем более уж телевизор, это мусорный ящик, да, соответственно, его там не нужно делать. Послушайте, пожалуйста, хорошую музыку. Еще один очень важный момент. Возьмите, пожалуйста, для себя сейчас, запишите классику. Очень многие песни с определенными словами, они у мозга тоже вызывают что? Мы сегодня про мозг говорим. Что вызывают? Раздражение. Потому что некоторые отдельные слова, которые раньше нами, сейчас есть такое понятие воспаленное воображение, воспаленное сознание, раньше мы на них не обращали внимания. Вдруг сейчас у нас мозг, потому что он находится под впечатлением различных событий, выхватывает те слова, которые могут у нас вызвать даже несознательно, подсознательно неприятные эмоции. Поэтому старайтесь не слушать песни. Вот это удивительно, но тем не менее, старайтесь слушать классическую музыку, красивую классическую музыку. Классическая музыка заряжает положительными эмоциями. Еще один момент очень важный. Осторожно будете, знаете, с чем? С музыкой, в которой, вот сейчас очень много такого, наложены звуки природы. Почему? У меня, как у психолога, была такая практика, мои девчонки знают, да? Ко мне ходила женщина, ну, мы все отработали, ну, все прекрасно, все чудесно, она постоянно в состоянии волнения, не понимая, что происходит. Встали с ней досконально, что делаешь, зачем делаешь, как делаешь. Вот расписывай день, она мне расписывает день. Говорит, с таким удовольствием, перед сном слушаю море, а там кричат чайки. Мы же не знаем, по какой причине кричат чайки. То есть они могут кричать перед врагом, предупреждая друг друга о том, что будет шторм, да? И в этих криках что? Тревога. И мы на уровне ультразвука, наш мозг получает команду тревога. И что? И человек не может спать, и она вот в состоянии постоянного такого вот депрессника. И мы никак не могли снизить в состоянии выйти до тех пор, пока мы не убрали вот эти звуки моря. Представляете себе, два дня проходит, она говорит, спалю как убитая за те все два месяца, что я не спала, значит, с моим. А ей бы рекомендовали купить вот релакс. Она его купила, ну, с удовольствием слушала. Это не будьте, пожалуйста, внимательны. Та же самая ситуация с дельфинами. Звуки дельфинов, да, соответственно, очень много говорят о приближении какого-то шторма, буря или еще что-то. То есть мы тоже это дело, безусловно, вписываем. Значит, если мы с вами в состоянии находимся, стрессы, паники, тревоги, повышенные ли какого-то такого состояния, которое вот сейчас у нас выставит определенные эмоции, и мы не знаем, что с этим делать. Значит, техники очень простые. Техники существуют две. Это звуковой сигнал-стоп и физический сигнал-стоп. Что такое звуковой сигнал-стоп? Для себя определите звук, который вы будете издавать тогда, когда вы будете своему организму давать сигнал, остановись, дальше не нагнетай. То есть ты находишься сейчас на пороге, ты находишься на пределе, дальше у тебя это состояние перельется во что-то более серьезное, и ты сам понимаешь, что ты в это состояние влетаешь. Все понимают, когда мы находимся в этом состоянии? Да. Все понимают? Все понимают. Значит, что это может быть? Вы можете себе спокойно сказать стоп, но говорим мы это только вслух. Почему? Потому что что, вот Люба нам подсказала, проговаривая ветв-слух, мы что-то подсылаем сигнал мозга, и все нейронные связи мозга начинают активизироваться. И второе действие, это действие, которое вы осуществляете чисто физически. Если вы делаете вот так, и одномоментно говорите стоп, ваша нервная система что делает? Напрягается. Она напрягается, и тут же что идет? И тут же идет расслабление. Кто-то делает вот так, кто-то делает как угодно, кто-то вот так. То есть вам нужно подать физический и звуковой сигнал для того, чтобы ваша нервная система остановилась. Это принцип «да, но, да, все плохо, да, я улетаю, да, сейчас у меня будет состояние стресса, паники или еще что-то». Но я успел взять это, что под контроль. Не ситуация владеет мной, а я что? Начинаю владеть ситуацией. В этом состоянии первое, что мы сделали, остановились вот это вот, да? Дальше, что я сказала? Продышались. Продышались. То есть сняли напряжение с нервной системы. Вы понимаете прекрасно, что у нас в этот момент какой гормон вырвался в огромном количестве? Выброс гормона. Какой? Кортизол. Кортизол. У нас выработался кортизол и адреналин, но у нас адреналин не положительных эмоций выработался, да? То есть положительного адреналина нам сейчас у всех не хватает. Продолжительный адреналин – это что? Это азарт, это кайф, это драйв, это состояние, когда мы радуемся. У нас этих эмоций сейчас, к сожалению, не так много, и нам нужно их искусственным образом себе создавать. Так вот, произошел выброс этого самого гормона кортизола и адреналина тоже. Они не уравновесились. Как вы думаете, что быстрее всего их форма навесит? Спорт. Кто сказал замечательно совершенно физическая активность? Ну, понимаете, что не каждому дано бежать в срочном порядке, да? Ну, вы же понимаете, что гормоны, которые отвечают бей-беги, да? Мы с вами, извините, пожалуйста, природа нас так сотворила. Гормон вырабатывается для того, чтобы в этот момент, кстати, у нас появляется больше что? Силы. Силы, совершенно верно. Мы с вами становимся сильнее. Да, вот с этими гормонами женщины вытаскивают младенца, поднимая машину. Да, вот эта ситуация много раз доказывали, что женщина обладает совершенно сумасшедшей силой, непонятно откуда взявшись из дьявольской, когда она способна своего ребенка вытащить, подняв на себе полуторатонную машину, потому что ребенок попал под колесо. То есть эти гормоны, которые делают нас значительно сильнее. Естественным способом отработать эти гормоны действительно физическая активность. Значит, смотрите, пожалуйста, вот обнимашки с поколажками, моя вся структура знает, сейчас попробуем это дело сделать, я не знаю, сидя можно вас снова поднять, но это самый простой способ. Но я понимаю, что вы мне сейчас скажете, ты что, ненормальный, где мы с тебя будем обнимашки с поколажками, особенно если мы попали на улице. Но тем не менее, тем не менее, это очень большой способ. Смотрите, что мы делаем. Мы делаем полный вдох грудью, разглядя руки очень широко, и со всей силы ударяем в себя бахтином. Зачем мы так делаем? Чувство защищенности. Ах, умница какая, господи ты боже, что мы не лечим. Кому массаж, кто массаж делали на ручках, мозг включился, да? Смотрите. Это просто мою любимую праздник. Во-первых, это чувство защищенности, совершенно верно. Во-вторых, ударяя по лёгким, мы заставляем... Что делать здесь? Что? Опять дыхание, совершенно верно. То есть мы делаем полный вдох и, соответственно, выдох. Вот. Стивой ударяясь обо спине. А во-вторых, вот в этих местах, вот здесь, и вот здесь, энергия стресса, совершенно верно, да? То есть если мы 5-6 раз обнимашки с поколажками вот так себе сделали, то мы стресс пережили. Что там ещё? Пешком до дома. И дочи пошли пешком до дома, да. Значит, второе. Кто не сможет... Вот это вот сделать не сможет. Второе у вас всегда должна быть тёплая вода, лучше горячая. Что делает горячая вода? Моментально, быстро, совершенно верно. Мы стальмомерно, потому что мы в этот момент сжались все вот в эту пружину. Вот в таком состоянии находятся абсолютно все наши внутренние органы, вот так. И если мы даём горячей воды, то это снимает стресс, да? Это помогает снимать стресс. Нам великолепно доктор сказал, что надо магний с собой иметь. Магний, да? То есть, что делает? Опять-таки, расслабляет, снимает стресс магний. Если у вас в аптечке вашей скорой помощи находятся магний и лецитин, то стресс вы как пережили? Вот так. Потому что лецитин моментально быстро накормит вашу нервную систему. Это питание клеток головного мозга тоже снимет спазм. И при этом ещё что лецитин сделает? Ой, люблю этот препарат, могу часами про него говорить, да? Что ещё сделает? Дорогие. Нет. Ребята, у нас у всех есть дискинезия желчевыводящих путей, потому что спазм, да? И дискинезия желчевыводящих путей в этот момент жалился желчный бузырь так, что никогда оттока желчи ему не обеспечить, да? Это орган мишей, это стресс, это орган, который отвечает за стресс. Стоит нам съесть лецитин и запить горячей водой? Что наше желчи? Что наше сделало? Отток. Отток обеспечили. Совершенно верно. Помимо того, что мы сняли спазм из сосудов головного мозга и избежали модоскопно-узговой катастрофы, потому что стресс очень у многих протекает с повышением что? Давление. Совершенно верно. Маг не снял стресс, опять-таки, спазм и тех же самых сосудов. Так мы что еще сделали? Обеспечили своевременный отток желчи. А желчь и нервная система связаны у нас с вами что? Абсолютно напрямую. Согласны, да? Ну, всем скажу сразу. Я еще один продукт очень люблю. Кто поможет мне, кто-нибудь подскажет, какой продукт я люблю. Ты все любишь. Я очень люблю все продукты, но я очень люблю нони. Это скорая помощь на все 33 случая в жизни. Это реально скорая помощь. Если вы успели хлебнуть нони, вы на коне. Вы просто-напросто, моментально, быстро расслабили, пережили. Это гормоны радости, это эндорфины. Это вот все. Это я все время говорю, боженька, босы ножкой по душе прошел. Вы сняли вот это состояние, и вы дальше можете двигаться. Вот, Ира, наверняка подтвердите мои слова. Я хочу сказать, что когда все случилось, я за день выпила бутылку нони сразу же. Слышите, да? У меня тоже, когда все случилось, я выпила бутылку нони. Вот. Значит, еще один очень важный момент. Вот это мы с вами выходим в состояние стресса. Запомните, пожалуйста. Ваш мозг четко должен выработать вот эту вот реакцию на сигнал. То есть звуковой и физический сигнал, это как у нас у слабаки Павлова. Извините, пожалуйста, рефлекс срабатывает. Если мы этот сигнал отработали, дальше мы с вами работаем уже по накатам. Дальше организм отработал определенные действия, которые нужно совершить. И он уже этих действий ждет. Если какое-то звено действия выпадает, то что у нас с вами организм? Скипыр. Ну, давай, совершенно верно. Значит, нам нужно как можно быстрее выйти из этого состояния. Значит, пожалуйста, прогулки. Никто не отменял наши с вами пешие прогулки. Сейчас хождение, техника хождения есть и с палками, и без палок. Пожалуйста, полчаса ежедневных прогулок каждый раз вечером перед сном за полчаса до сна обязательно активно должна быть. В этот момент очень хорошо. Если вы не смотрите, никакие светящиеся приборы. Что такое светящиеся приборы? Светящиеся приборы – это нагрузка для вашего мозга. Мозг замечает вот эти картинки, вот эти вот мелькающие предметы. И когда вы ложитесь спать, он под впечатлением повторяет вам эти нагрузки, даже если вы эти предметы, даже если вы уже об этом не помните давно. И включается мыслемешалка. То есть вы легли, насмотрели с телевизора. У нас многие любят под телевизор запреснуть засыпать, да, когда мозг не работает якобы. То есть он не работает, он не работает. Он просто видит картинки. И у нас зрение – это выход мозга на поверхность. Прямо правильно Люба сказала. Картинки запомнились. Мозг в эту мыслемешалку включил, и там идет эта вот мешанина. Телефон посмотрели, светящийся прибор, раздлительная энергия впитала вот эту информацию. То, что перед глазами вся эта мешанина происходит. Поэтому полчаса до сна, пожалуйста, приборы, которые показывают там какую-то информацию со быстрой картинкой. Я не говорю про чтение, даже чтение аудиокниги. Пожалуйста, это можно. Но те предметы, которые с быстрой сменой картинки, обязательно нужно что сделать? Постараться играть. Значит, еще один важный момент. Стакан горячей воды перед сном снимает спазматическую усталость, помогает организму расслабиться и быстрее уходить в сон. Еще один важный момент. Значит, из общей практики сейчас об этом говорю достаточно много, потому что все, кто ко мне приходит, все приходят со спазмом мышц шеи. Да, и тоже сегодня мы об этом говорили. Но вот как эти спазмы мышц шеи вечером снять, не все знают. Значит, простой способ. Значит, вот эта вот бутылка, почему она полуторалитровая? Ну, только ровненькая, ребят, вот без всяких этих изгибов и договоренных. Значит, почему она нам здесь нужна? Диаметр вот этой бутылки соответствует диаметру вот этому и вот этому. То есть вот это вот расстояние, как раз туда помещается полуторалитровая бутылочка. Значит, что нужно сделать полуторалитровой бутылочкой? Набираем горячей воды, но так, чтобы при прикосновении с руками она что? Не обжигала. Проверяем. И ложимся на твердую поверхность. Подкладываю эту бутылку куда? Вот у меня уже половину народа упивают головой, потому что моя структура это знает. Значит, соответственно, вот эти вот все мышцы, которые спазмированы. Смотрите, что у нас происходит. Ну, во-первых, мы все в телефоне. У нас задняя мышца здесь что? Она здесь растянута, так? Она растянута. А вот эта? Укорочена и сжата. Как вы думаете, какая больше напряжена? Кто, какие мышцы? Какая больше напряжена? Обе. Совершенно верно. Совершенно верно, потому что обе эти мышцы занимают неестественное для них положение. И дальше по соприкосновению с остальными, по фасте, они передают неправильный сигнал. То есть у нас напряжение и те, и другие, которые занимают неестественное положение. Для того, чтобы расслабить эти мышцы, для того, чтобы мы с вами могли нормально спать, и самое главное, для того, чтобы кровоток нормально улучшить, да, мы сейчас говорим с вами о здоровье, для того, чтобы кровушка в голову поступала нормально, у нас не было гипоксией, то есть мозг у нас не страдал, вот эта бутылочка в течение 5-7 минут будет вашей волшебной палочкой, потому что, положив ее под шею и полежав ровно 5-7 минут просто на спине, и глазки устремив в линию горизонта, голову не надо наверх запрокинуть, в линию горизонта, вы снимите с фазом вот с этих вот задних мышц, и тем самым распрямите вот эти. Дальше через 5-7 минут вы повернули голову в лежаной бутылке в одну сторону, чуть-чуть для того, чтобы косая мышца еще отработала, и в другую сторону тоже на минуточку. Дальше сон будет более продуктивным и более глубоким. Это проверено уже очень-очень-очень у многих. Да. Скажи как. Вот так. Вот. Единственное, что не ложитесь, пожалуйста, на пол, потому что, ну, балл достаточно жестко, все-таки это делается лучше на диване. У меня вчера спросили, на подушку надо? Нет, подушку не надо. Подушку надо в этот момент убрать. Итак, значит, мы с вами должны помочь своему организму не ввалиться в стресс. Постараться прожить ситуацию, которая нас окружает, максимально спокойно и максимально комфортно для своего организма. Что же нам помогает помимо музыки? Друзья мои, ну вот обратите внимание, пожалуйста, когда мы с вами родители в основной массе, все родители, что делает ребенок, который очень чего-то хочет и ему что-то не дает? Плачет. Плачет. Что делает мама? Плачет рядом. Мама отвлекает. Мама переключает что? Внимание. Мама переключает внимание. Скажите мне, пожалуйста, что я сейчас вам пытаюсь сказать? Переключать внимание. Первое, что мы должны научиться сейчас делать, переключать внимание с негативных моментов, обязательно с негативных моментов, на позитивные моменты, на моменты, которые доставляют удовольствие. Идти в люди. Но в люди какие? Вот мы сегодня с вами здесь сидим, посмотрите, какая шикарная совершенно компания. Мы сегодня с вами о политике хоть слово сказали? Мы с вами говорим о том, что у нас тут там доллар растет или еще что-то. Нет, не говорим. Согласны? В какие люди надо идти? Когда ты за положительными эмоциями, за позитивными моментами, больше заниматься различными дыхательными практиками, больше заниматься физическими какими-то упражнениями, больше рисовать. Кто-то из вас когда-то, может быть, в детстве рисовал, а сейчас что это очень хорошо работает, потому что вы перекладываете эмоции, которые вот у вас здесь стоят, на бумагу. Больше слушать музыку, больше играть в какие-то детские развлекательные игры, да? Больше тренировать свой мозг, находить те практики, которые отвлекают и переключают сознание. Мало того, больше общаться. Сейчас должно быть обязательно больше коммуникаций, хороших коммуникаций. Что такое хорошие коммуникации? Вот завтра, значит, у нас есть масленица, которая заканчивается. Мы будем сжигать чучело масленицы на Елагином острове, да? То есть это, слава богу, я вас поздравляю, у нас карантин кончился, мы ковид победили. Мехально вообще, просто вот раз, два, один, да? Поэтому в связи с этим, значит, соответственно, массовые гуляния, да? То есть позитивные какие-то моменты, энергетически драйвовые. Все слышат? Драйвовые. Опять-таки, очень хорошо моменты с преодолением себя. Что такое преодоление себя? Что такое победа над собой, преодоление себя? В чем заключается? Кто-то не умел? Выход из зоны комфорта. Создание что? Новых привычек. Совершенно верно. Что это такое? Никогда не вставал в 7 часов утра, всегда вставал в 8. Что будем делать? 7, 6, 7. И при этом, что делать обязательно? Вот теперь смотрите, обязательно себя хвалить и поощрять. Это не значит, что вы пошли поощрять себя булочкой с кремом, из гелия, все, что вы... Поощрить себя. Чем мы себя поощряем? Похвалой мысли. Мысленной похвалой, да? Значит, соответственно, что мы еще можем сделать? Пообещать себе, что если это войдет в твою привычку, в течение месяца ты продержишься, тебя ждет какая-то награда, я куплю тебе то, что я не позволял себе там или еще что-то. Значит, еще один очень важный момент. Рекомендую сейчас всем ввести дневник достижений. Обязательно введите дневник достижений. Почему дневник достижений? Ну, во-первых, Люба сказала великую вещь. Пишем правой рукой. Пишем дневник обязательно своих достижений. Я сегодня сумела преодолеть такой-то страх. Я сегодня не влетела в какое-то там состояние стресса. Я сегодня увидела красивую вещь. Я сегодня обратила внимание на птичку. Я сегодня порадовала себя вот этим. Мне сегодня хорошо. То есть обязательно дневник, как в детском саду, как в школе. Помните, мы дневник за природой видим? Наблюдение за природой, да? Все в Советском Союзе дети, кто родился, помнят, да? Мы каждый день отмечали, какая температура. То есть дневник своих собственных достижений. Что мне сегодня вот особенно понравилось во мне? Может быть, я была неотразима, у меня был потрясающий макияж. Может быть, я сегодня как-то очень эффектно делась и скомпиновала какие-то вещи. Может быть, я на какой-то выставке, а может быть, я просто улыбалась сегодня больше, чем обычно. А может, я кому-то помогла. Может быть, я какое-то доброе слово сказала. А может быть, я как-то зарядила положительными эмоциями. Пожалуйста, обращайте внимание, фокусируйте внимание на том, что вы сделали сегодня хорошего. Старайтесь к вечеру оставаться в состоянии, но полностью положительными эмоциями. Тогда жизнь будет интересной, тогда будет жизнь яркой, тогда будет жизнь красочной. Пожалуйста, больше говорите добрых, теплых слов друг к другу. Мы сейчас в этом очень нуждаемся. Мы действительно сейчас нуждаемся в поддержке друг друга. Старайтесь обниматься, обнимайтесь людьми, которых вы знаете. Вы посмотрите, сегодня приходили, встречались, да? Мы же, вот удивительная вещь, да? Мы бежим, а вот открытые объятия, это что? У меня есть. Я с тобой что? Делюсь. Я тебе отдаю кусочек своей души, своего сердца, своего тепла, своих эмоций положительных. Ты идешь ко мне навстречу, мы создаем с тобой что? Общий круг. Мы замыкаем эту энергию, мы друг другу вот эту вот энергию прокручиваем положительных эмоций. Мы дали друг другу кусочек тепла, кусочек душевной радости, кусочек теплоты душевной, да? Ведь посмотрите, пожалуйста, у нас что сейчас с вами получается? У нас с вами сейчас получается состояние, когда очень многие остались сами с собой. И что люди делают? Люди замыкаются в себе, люди начинают собирать весь негатив. И вот этот эффект домино, либо мы с вами позитив распространяем, либо что мы? Негатив. Негатив. Давайте по возможности хвалить себя и обязательно писать. Обязательно записывайте свои моменты. Еще. Скажите, пожалуйста, кто... Ролики позитивные пишут. Сам. Записывает какие-то видео. Лариса. Лариса записывает. Лариса, это жуткое испытание. Это выход из зоны комфорта 38 тысяч раз. Значит, пожалуйста, перед зеркалом. Я очень люблю вот этот момент, да? Называется скалить зубы. Сушить зубы. Во-первых, разучиваем улыбку. Самая выражительная, самая потрясающая. Я до сих пор не умею этого делать профессионально. Никак у меня не получается. Совершенно. Я каждый раз смотрю, косая, кривая, как угодно, да? Ну, я просто этого никогда не смертила, да? Но улыбаюсь. Значит, поэтому, выходя из дома, мы что делаем? Сушить зубы. И я пошла такая вся в мир, понесла вот эту потрясающую улыбку. И еще один очень важный момент. Какой? Попытаетесь ради интереса записать ролик о себе. Не надо много. Три раза в день, по минуте. Я вам хочу сказать, что вы заботите об очень многих отрицательных моментах. Потому что так, как я, да, совершенно верно, так, как я веселюсь, когда я записываю ролик, я, наверное, давно не веселилась. На самом деле, все вот эти вот вещи, они действительно упрощают и украшают нашу жизнь. Я вам, как психолог, могу сказать следующее, что от того, как вы на сегодняшний день настроите свой мозг, свои эмоции, свое умение отражать атаки извне, так мы с вами завтра будем жить. Потому что есть понятие мобилизации, есть понятие мобилизации вашей иммунной системы. И сейчас вот на иммунной системе что делает? Она мобилизовалась. Она мобилизовалась. А вот что будет дальше? Мы с вами, что такое мобилизация иммунной системы? У нас есть у всех ресурс. И мы в этот ресурс запустили, что? Ручку. И оттуда достали все, что там лежит на запас. Скажите мне, пожалуйста, через месяц, через два, при такой ситуации, когда мы мобилизовались, что будет? Ресурс весь? Истощение полное, исчерпались, совершенно верно. Поэтому что нам сейчас нужно сделать? Вкладывать, совершенно верно. Значит, пополнять ресурсы обязательно нужно, обязательно нужно. Положительными эмоциями, правильным питанием, биологически активными добавками. Ребята, сейчас, к великому сожалению, у нас с вами биологически активные добавки нужны в два раза больше, чем у Хейлеренш. Потому что у нас сейчас с вами, к великому сожалению, у каждого нервное истощение. Во-первых, авитаминоз весна. Мы не можем этого отрицать, согласитесь. Во-вторых, стресс, которым сейчас усилился у всех, как бы не хотели у всех. В-третьих, мы запустили руку в резерв, потому что еще, ну простите, пожалуйста, так или иначе, ковид, который отменился, он был. Снижение противовирусного иммунитета практически у всех, что есть. Инфекции в огромное количество в округе летает, снежочек тает, и с латающегося снежочка вся эта дребедень куда поднимается. И мы это все с вами отдыхаем. Поэтому общие укрепляющие процедуры, такие как бани, девочки, прям не могу, как хочу. Скоро будет. То есть, да, физические какие-то нагрузки обязательно, кто катается на велосипеде и кто уже видит, нашел сухие места, вылезаем потихонечку, кто занимается ходьбой, ходим, кто занимается плаванием, плаваем, гуляем, двигаемся и обязательно питаем свою нервную систему, потому что это залог нашего с вами здоровья.